Сезон ремонта дорог завершается в Хабаровском крае. По плану национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году нужно отремонтировать 180 километров. По информации Краевого Минтранса, работы выполнены на 78%. Успеют ли дорожники до холодов, узнала Наталья Приходик. Все, пропускаем, пропускаем машины. На подъезде к селу Князеволконскому дорожная техника гудит с 7 утра. До холодов дорожникам нужно обновить 8 километров асфальта. В хорошую погоду за день удается уложить ровно километр. Насколько хватает асфальта? Только честно. Гарантийный срок он отслужит, 100%. Потому что у нас рецептуру выдает лаборатория. У нас заключен контракт с полиэтеном. И непосредственно лаборант в асфальтовом заводе контролирует, чтобы процесс шел непосредственно по рецептуре. Три года точно отстоит. А чего так мало? Все зависит еще не только от асфальта бетона. Еще зависит от земполотна. Когда дорогу выстроили, на такие нагрузки рассчитано не было. Если сделать совсем по уму, то надо срывать полностью земполотно. Ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» подразумевает не только обновление асфальта. Это также разметка, знаки, местами новые остановки и светофоры. По словам дорожников, ремонт одного километра стоит от 10 до 20 миллионов рублей. Что входит в эту сумму? Это не дороговато ли? Туда входит вся стоимость работы техники, стоимость всех материалов, необходимые затраты на заработную плату, где-то износ не только покрытия, а еще и основания дорожной одежды. В Хабаровском крае, по данным регионального Минтранса, в этом году на ремонт дорог предусмотрено около 3,5 миллиардов рублей. Половина из них – федеральные средства. 180 километров асфальта к концу года обновят в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в районах между селами. Подъезд к Красной речке, это подъезд к Мухену, подъезд к Бичевой, Светогорье, ну и в Бикинском районе подъезд к Васильевке. Работать с асфальтом и краской можно при температуре воздуха на улице выше 5 градусов. На носу холода, рабочим приходится ускоряться. И на ходу исправлять чужие ошибки. Ошибка в проекте, планирование работы, ошибка в сметах очень часто бывает. Ошибки бывают, которые очень сильно влияют по времени. Заказчики очень быстро реагируют, в принципе, неплохо. Качество работ после ремонта проверят несколько раз. Образцы асфальта с дороги дополнительно изучат в лаборатории. Если качество будут нарекания, то исправлять уже свои ошибки. И недочеты дорожникам придется за свой счет. Прецеденты в Хабаровском крае уже были. Наталья Приходько, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».